Привет, дорогие друзья! Сегодня, в преддверии 8 марта, хочу записать очередное видео по поводу Стоит ли поздравлять свою бывшую с 8 марта? Ребят, я сразу скажу, нет, не надо! И теперь буду постепенно все это, так сказать, обосновывать Почему не надо? И вообще, зачем поздравлять бывшую? Вот скажите мне, что вы хотите получить от того, что вы поздравите бывшую? Вот ты конкретно, друг, что ты хочешь получить от нее? Что она вернется к тебе? Или просто лишний раз напомнить о себе, поднять ее степень важности Чувство собственной значимости с ЧСВ, чувство собственной важности Вот ты это хочешь? Ну, в принципе, можешь поздравить, можешь даже букет купить, приехать к ней И она к тебе вернется, да, дружище, вернется обязательно Именно Так вот, давайте предположим Давайте вот рассмотрим такую ситуацию Она от тебя ушла Ушла неважно куда В пустоту Что они делают крайне редко, женщины К другому Что гораздо чаще Наверное, в 90% случаев они уходят именно к кому-то Уже к другому человеку И у них там роман, у них там любовь, у них там все дела И тут ты такой сидишь, страдающий, страдающий хлопец Переживаешь, думаешь, блин, вот это вот, наверное, мой шанс 8 марта ее вернуть Я там сейчас напишу сообщение Я позвоню ей Я приеду к ней с большим букетом цветов С каким-нибудь хорошим, дорогим украшением Возможно, даже колечко ей подарю И все, она растает и вернется ко мне Дружище, так не будет Я тебе могу гарантировать это Так не будет Даже если ты все там купишь Ты поздравишь, ты приедешь Ты все А она даже, ну, например, уже разошлась с тем Или она думает То ли с ним строить отношения То ли с тобой То ли вообще их не строить Искать третьего, четвертого, пятого, десятого И тут ты такой И она, опа Да, в принципе, можно Чего? Пацанчик бегает Пацанчик унижается Подаю-ка я его еще немного Причем подует она тебя Именно эмоционально Ты опять будешь в нее вкладываться Опять будешь на что-то рассчитывать В итоге ты ни хера ровным счетом не получишь Ты получишь очередной уход Так именно и будет Потому что женщина, которая от тебя ушла Она уже по определению является предателем Это предатель Все За предателей просто, друг, просто забываем Все Женщина ушла и все Вот А ты весь такой на коне приходишь Там даришь цветы Это На самом деле она просто поймет Насколько значимо для тебя Что ты без нее жить не можешь Она будет дальше тебя выматывать Либо провокации всякие устраивать Либо еще что-то Начнет получать с тебя финансовую выгоду Начнет получать Ну просто то, что хочет Например, хочет она куда-то пойти Она тебе позвонит И ты с ней пойдешь Потому что тот скажет Слушай, да ну нахер мне надо туда с тобой идти Она вспомнит о тебе и пойдет с тобой Например в кино или еще куда-то А ты весь такой довольный У тебя розовые очки до сих пор И ты будешь рад и счастлив тому Что она проявила к тебе такое снисхождение Что вот ты на 8 марта подарил И пригласил ее в ресторан Например, или еще куда-то И все, и она с тобой пошла Даже если так будет, дружище Это все лажа Потому что дальше будет хуже Ты опять подсядешь На вот эту вот эмоциональную иглу И ты дальше, дальше, дальше Будешь страдать по ней Поэтому Зачем поздравлять? Для чего? Для возврата Бывшую нельзя возвращать Не надо Зачем? Для чего? Создавай новые отношения Строй новые отношения Найди Найди новую девчонку У тебя знаешь как Вот На самом деле Если ты сейчас страдаешь Если там прошло Например, 2-3 месяца К примеру После расставания Ты все это время страдаешь Переживаешь Ну Хорошо Тебе уже потихонечку Становится легче Но если ты опять с ней Какие-то отношения завяжешь Тебе будет гораздо сложнее Поверь Будет гораздо сложнее Ты опять сядешь На ту же эмоциональную иглу И будешь Опять же Оленить Опять за ней бегать Она просто тебя будет выматывать И в эмоциональном плане И в финансовом В любом Вот Поэтому Ну смотри Хочешь конечно заоленить Можешь поздравить Можешь прийти Можешь подарить букет цветов Колечко Можешь еще что-нибудь подарить Вот Но хорошего с этого Точно ничего не выйдет Если даже она Там например За 2 месяца Поняла Что этот Там ее парень С которым она встречалась Так себе Не очень Что ты там был лучше Это уже сравнение Это уже предательство Это уже измена Все Ну зачем Возвращать свою жизнь Предателей На самом деле Друг Просто подумай Найди новую девчонку Поздравь новую девчонку С 8 марта Она я думаю Оценит это больше Потому что для той Ты уже Как пройденный этап Она тебя знает Вдоль и поперек Полностью Полностью Знает тебя Вот как облупленного От А до Я Может быть Какие-то моменты И не знает Ты просто подумай Почему ты страдаешь Почему ты переживаешь После расставания Во-первых Потому что тебя бросили Задето твое самолюбие Раз Второе Обида Ты обижен на нее На самом деле Ты копишь обиду эту И ты хочешь вернуть Вот те вот отношения Которые были Тех отношений Друг не будет Не будет В любом случае Это тоже Я тебе могу дать гарантию Потому что Она тебя уже Прощупала Полностью То есть Вернуть Вот эти вот Вот эту романтику Которая была Там первые Например Несколько месяцев Или полгода Или год У тебя уже не получится Потому что Она знает Что от тебя ожидать На что ты способен Что ты ей можешь дать Даже если Ты там уже Нашел за это время Какую-то работу Ну хорошо Ты будешь Больше вкладываться Финансово Например Хорошо Она будет получать С этого Так называемый Профит Все Эмоционально Вкладываться Будешь Да Я даже не знаю Что ты будешь делать Ради того Чтобы она вернулась К тебе Просто зачем Это делать Оно того не стоит А новая девчонка Это всегда Вот такой вот Как новый этап В жизни Будет что-то новое Что-то интересное Какие-то новые эмоции Просто Знаешь как У тебя сейчас Ну это В психологии Называется Тоннельное сознание То есть Ты видишь Только будущее Вот только С этой девушкой Ты не видишь По сторонам То есть Ты вот так вот Смотришь Вперед Например И все По бокам Ты не видишь Что находится А на самом деле Вокруг очень много Красивых девчонок Очень много Нормальных девчонок Вот Девчонки Ну Опять же Надо уметь выбирать Девчонок Но это будет дальше Это не Не самая главная Тема Сегодняшнего разговора Самая главная тема Сегодняшнего разговора Это поздравление С 8 марта Я думаю Вполне возможно Что она тебя поздравила С 23 февраля Как настоящего Мужчину Пожелала тебе Там много чего И ты может даже И ответил Написал спасибо Или там еще что-то Может сильно Не расписывал Там что-то Но Тем не менее Она тебя вот Поздравила И ты теперь Мучаешься Думаешь А как же я Ее не поздравлю На 8 марта А не надо Ее поздравлять Не надо Поднимать Ее степень Важности Для тебя Она для тебя Никто Она тебя бросила Она ушла Все Забудь ее Ищи новые Отношения И ты их Обязательно найдешь Либо они тебя найдут Когда ты Перестанешь Что-то Вот страдать Переживать Париться По поводу Своей бывшей Что она там С другим Вот Я ее хочу Отбить Я же лучше Ну как она От меня Могла уйти Ты что Вот что ты Сейчас говоришь Такое Бросить бывшую Забыть Как ее забыть У нас же Нас же многое Связывало Нас Связывали Общие Интересы Нас связывало То что мы С ней ездили Там куда-то Или ходили Куда-то Как это бросить Это часть моей жизни Да Это часть твоей жизни Это твой опыт Все Извлеки Из него Положительные Для себя Моменты Пойми Что это Уже прошло Все Вот и все Прошло Было Да Было приятно Было хорошо Было плохо Получил свое Получил определенный Опыт В жизни А опыт Это Самое важное Наверное Одно из самых важных В нашей жизни Да Мы всегда Придем к тому Мы всегда Со временем Мы придем К прозрению Так сказать Да К пониманию Вообще Жизни Вот Тоже От возраста Многое зависит От пережитых ситуаций Просто отнесись К этому Как к опыту И вот представь Ты такой Пишешь ей сообщение На 8 марта Расписываешь Как ты ее любишь Или Что ты ей желаешь Она читает И думает Блин Ну реально Олень Олень Он будет за мной бегать Я его буду унижать Буду его топтать в грязь А он будет за мной бегать Он будет мне писать Любовные смс Он меня будет поздравлять С каждым праздником Моим Просто подумает Хочешь ты этого Да вот и все Поэтому ребят Дело конечно ваше Можете поздравлять Можете прогибаться дальше Я бы не рекомендовал бы этого делать Бывшее это бывшее Это было Это прошло Это закончено Все Поздравляйте Поздравьте свою маму Лучше с 8 марта Подарите ей хороший Красивый букет Это будет намного правильнее Она Дело в том Что она оценит это Ваша мать оценит Например Подарите ей Одну Розочку Да Или три розочки У нее будет столько эмоций Столько радости А подарите вы своей бывшей Хоть 101 розу Она Да спасибо Но она подумает Какой ты олень Вот и все ребят Так В принципе Давайте подытожим Поздравлять или нет На 8 марта Свою бывшую Бывшую На 8 марта Поздравлять смысла нет Поэтому все На этом На этой веселой нотке На сегодня Прощаемся с вами Кто не подписался На канал Подписываемся Ставим колокольчик Обязательно Ставим лайк Дизлайк Кому понравилось Кому не понравилось И до скорых встреч Все ребят Всем жму руку